Лана Коловская. Вячеслав, в чём ценность предварительных эскизов, например, к натюрморту? Понимаю, но ещё хочу раз уложить для себя роль этой работы. Спасибо, спасибо, Лана. Друзья, прошу вас ставить лайки, подписывайтесь, делитесь видео, если они вам интересны. Если не нравится, ставьте вниз, куда угодно, в сторону, во все стороны. Ну, смотрите, в чём ценность предварительных эскизов. Ну, о, интересный факт. Я вдруг вспомнил. Есть такой художник американский Дэн Маккоу. Мне моя знакомая показывала в Сан-Франциско альбом, который она купила. где Дэн, в общем, пожилой уже человек, показывает и рассказывает, как он работает над картинами, над своими. Наберите вообще посмотреть, если кто не знает его, в интернете посмотрите. Дэн Маккоу. Что это за мастер? Форматные работы. Так вот, очень интересно, как он работает. Созревает у него образ, идея. Он делает карандашные наброски композиционного решения. Карандашные. Несколько. Выбирает из них наиболее удачные. Ну, во-первых, что это такое, да? Ну, допустим, вот моя голова, центр композиции в кадре сейчас, да? Сейчас она куда-то уехала. Вот так. Туда вообще ее не видно, да? То есть художник все время ищет центр композиции, смотрит, какой задний план. Она может быть, например... А, нет, это следующее. Вот решается, где центр находится, да? И как ему подчиняется все остальное, что у него в идее... У него фигурные такие, жанровые композиции в основном. И что на заднем плане, и что лезет вперед, что не лезет. То есть он это все размышляет в нескольких вариантах карандашных. Следующий этап. Выбрал, да? Теперь он с этим выбранным делает черно-белое. Ну, тушью, наверное, тушь, скорее всего. Или гуашь-темпера. Несколько вариантов. Потемнее, посветлее. Такое пятно, сякое пятно. Это белое, это черное. Это наоборот, это серое. Так. Выбирает опять. Потом делает серию... Это все серии. Серию цветных работ в материале. Это все на этюд... Это этюдная подготовка. Такой цвет, сякой цвет. Темнее, светлее. Это все с выбранным... С выбранным вариантом, да? Теперь работает над композицион... Над цветовым решением этанальным. Несколько-несколько. И потом, когда ему понравилось что-то из этой уже трехполосной серии, трехкомфорочной, он делает четвертую комфорку. Большой формат. Пум. Вот тогда. Ну вот, зачем нужны предварительные эскизы к натюрморту? Например. К любой работе. Попробуйте, вот как задание, друзья, если вам это интересно. И, наверное, не каждый его осилит. Почему? Объясню чуть позже. Вот вы пишите мотив. Вы составили натюрморт, да? Или вы пишете пейзаж. Написали. Ау! Все. Высказались. Но ведь, если вдруг вы почувствуете, что у вас внутри есть еще другое решение, сделайте маленький, небольшой. Напишите другое решение. Ну, 10 минут. Если вы почувствовали, что появляется еще внутри, если оно появляется, еще решение, делайте еще решение. Это может быть разная контрастность, разное напряжение, разное цветовое решение. Ну, вы понимаете. Сделайте еще и еще и еще. Это просто некая необходимость, чтобы развить вот эту многогранность, чтобы понять, что одного решения нет. Я никак не понимал, когда вот мы учились, на первом курсе особенно, там, в академии, почему нас преподаватели заставляют делать разные решения. Ну, ведь я же уже сделал. Ну, вот классно же, мне же нравится. А они все время говорят еще и еще и еще. И ты привыкаешь к тому, что ты в этом просто, вот в этом находишься движении. Ты мыслишь с карандашом и бумагой. Ты начинаешь, ты просто начинаешь плыть в этом вот океане бесконечных решений одного и того же сюжета. И это дает многое. Это дает некую свободу, вот как художника. В этот момент ты становишься художником. Это трудно, может быть, объяснить тем, кто не делал этого. Но тот, кто делал, меня понимает. А тот, кто не делал, вот просто стремительно, вот берите сейчас и ставьте какую-нибудь композицию. И делайте несколько разных-разных решений. Вы открываете разные подходы, как вот к этой задаче. Вы становитесь просто большим. Вы можете и так, и так, и так, и так, и так, и все будет иметь место. Я помню, работал над картиной Маки в Живерни. И вот тоже сделал несколько этюдов подготовительных, небольших совсем. Так вот они вот очень сильно понравились людям, это все раскупили. Ну, то есть, захотели иметь именно эти подготовительные, удивительные. А это были просто поиски различных композиционных и цветовых решений. Делая вот такие предварительные наброски и эскизы, вы углубляетесь вот в тему, углубляетесь в этот мотив. Вы его прям вот объемно с ним проживаете, это более тотально, разносторонне, разнопланово. И поэтому, возможно, каждый из них, из этих этюдов, самостоятельное произведение искусства может так быть. Выгода в любом случае будет, потому что у вас будет много самостоятельных произведений искусства, и еще вы выберете из них наиболее сильный, наиболее неожиданный для вас. А если он будет ярким для вас, новым, может так статься, что и на этой волне кто-то так же на него посмотрит, на той же резонансной частоте встрепенется и скажет, ты меня удивил, я это хочу. И все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok